Вас так много, и это так здорово. Я на самом деле ужасно боялась, когда начался этот шквал людей, когда регистрация закрылась за 4 дня. С другой стороны, мне было безумно радостно, потому что Дмитрий Борисович достоин не только этого. Это да. Где вы сегодня оказались? Это галерея здесь, на Таганке. Это одна из 19 галерей Московского объединения достоинных залов. Куратором этой выставки является Андрей Бартенев. И он взял с меня просто кровное обещание, что с работами, которые висят на стенах, ничего не произойдет, на них не будут облокачиваться, не будут их трогать руками. Поэтому я вас очень прошу решать с менять не в голову, а мне моя жизнь и голова немножко все-таки дороги. Особенно это касается вот этой стены. Мы непременно к ней прислонились. Мы будете прислониться. Это выставка пройдите в стойке регистрации. Это работы профессиональных фотографов, которые снимают моду. И в этой выставке они выступили для себя в нехарактерной роли. Они снимали репортажную фотографию из разных стран, путешествовали по этим странам. И так как те проекты, которые Андрей Бартенев здесь делает, они как-то сосредоточены вокруг термина «счастье», то это вот тоже какой-то такой кусок счастья разных людей из разных стран. И мне показалось, что это хорошая декорация для нашей встречи с Дмитрием Борисовичем. Потому что встреча, каждая с ним, несмотря на его нелегкий характер, но... ...полкости, которые не правдят. Ё-моё. Но каждая встреча с ним — это счастье. И, собственно, я не буду больше затягивать это. Потому что вы слышите, абсолютно. Прямо. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Большая радость вас действительно здесь видеть. Я надеюсь, что я не очень долго вас здесь задержу. Насколько я помню, это мероприятие называется «Я пришел». Это не я придумал. Но пока я шел, а я шел к вам действительно на свои километры, все дело в том, что я каждый день хожу по 15 километров в тот день. Свои 19-ти утренники я уже прошел. И поэтому оставшихся 10 до 29-ти я набрал как раз, когда шел от своего дома сюда. И я, как пока шел, я подумал о том, что я не готов к сегодняшнему разговору, не готов к сегодняшней встрече. Потому что я не готов к сегодняшней встрече. Потому что я не готов к сегодняшней встрече. Единственное, что у него вывести мы его однообразие. Потому что у меня было там 4 лекции в разных университетах. И как понимаете, я читал одно и то же. А он всегда одно и то же слух. И в какой-то момент я читаю, я про Всего Николаевича Некраса в частности рассказываю. Свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть, свобода есть. Я начинаю только на нее смотреть. Потому что смеется таким лицом. Я начну смеяться. А он назвал трагический момент. Потому что он 4 раза что-то проснул. Так вот. Поэтому я к вам не готовился. Я не знаю, что я буду делать. И в этом смысле вам повезло больше, чем моему несчастному организатору вам. Перед тем, как я начну читать, я еще о чем подумал. Как я уже сказал, называется это мероприятие. Я пришел. Мне вспомнилось мое любимое стихотворение. Одно из любимых стихотворений было от Мадулины. Который, собственно, тоже использует это слово. Пришла и говорю, как нынешнему снегу и полететь с небес в угоду февралю, Так мне в угоду вам легко взлететь на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. Ну и так далее. Я вчера у Пугачева-то сделаю песню. Там есть такие слова. Он мне не привыкать, мне ни впервой, ни вновь взять кожу, как ожог. Сияние ваших глаз. Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги. И он умрет, как снег, и обратится в грязь. Измучена до тла тутливыми глазами. На сведения ушей я трачу жизнь свою. Лишь тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале. Себя не посрамлю, его не посрамлю, себя не пощажу. Когда же я очнусь от суетного риска? Неведомо, зачем сводить себя на нет. Но скажет кто-нибудь, она была артистка. И скажет кто-нибудь, она была паре. Я превращу в поклон нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль, ни слов, ни мук моих. Достанет ли их вам для малого блаженства? Не навсегда прошу. Пускай на них. Я, честно говоря, не собираюсь вам дарить никакого блаженства. Я же не был от моего. Но вот этот... Во-первых, вы обратите внимание, что я знаю этот стирок наизусть, когда я там пустил несколько строк. И мне очень понравилось это. Вот я пришел и буду говорить. Я сейчас, поэт, мертв. Я больше уже ничего не пишу. Стихи ушли от меня. Слава Богу. Потому что на самом деле, я не знаю, как пишут другие, но когда я писал, я всегда заболевал. Заболел очень долго. Они, когда приходили, это вот в свое время про Ахматова такое говорилось. Какая-то ее... Ну, даже не помощница, а какая-то баба обычная, которая за ней ухаживала. Она говорит, Анна Андреевна распустит волос, ходит как олень и жушь. Я понимаю, что эта простая женщина, простая тетка, конечно, не баба, а тетка, что она имела в виду под жужжи. Потому что, когда к тебе приходят стихи, они действительно идут к тебе гулом. Гулом, в котором ты ничего не можешь понять. Я очень завидовал людям, поэтам, которые пишут легко. Я никогда не такое написал. У меня сходил этот гул. Он жужжал. У меня были какие-то волосы, я его их распустил. Ходил как олень. Но я точно знаю, что это мука. Писать это мука. Я в свое время, когда читаю лекции, всегда привожу в пример не очень удачное для обывателя сравнение. Я привожу в параллель, как человек пишет. Ну, как я писал. Это когда, знаете, есть проверка, как она называется, проверяет животное и загоняет зонт. Что? Вот на то, что я говорю, не смогу. Вот она, насколько я понимаю, загоняет зонт, и потом его и вынимает. Вот, собственно говоря, я думаю, что человек может испытывать, когда ему загоняют зонт. Я никогда этого не делал, я не знаю. Я думаю, что это тошнота. Я думаю, что это вот какая-то такая болезноджнота, которую ты не можешь избежать. Потому что это противоестественно, что тебя заталкивает то, что не кончается. А зонт не может кончиться. Вот, собственно, это очень похоже на то, как приходили настоящие стихи. Они теперь ушли, и слава богу. Надеюсь, что я умру уже, наверное, человеку. Потому что... Ну, даже со стихами уже чуть-чуть. Как жадный жадкий грех, как лев меня терзает. О, матушка, как моль мою скушу шутку. А нынче вот, что кулинар удобен. О, мой, он мой живот лепной, как пирожок. Изюмом безумью медленным и сладким добивает. И утрамбовывает пальцем не на шутку. О, матушка, где матушка моя? Отец мне говорит. Данила, собирайся, поедем на базар. Там льва степного возят. Он жаркий, жадный лев. Его глаза сверкают. Я знаю, как они сверкают. Я вытрясаю кофту в огороде. Вся кофта съедена, как мер весной на заяца. Я сам, как заяц, в сладком балабодье. У матушки. Где матушка моя? А ночь услышу я. Зовут меня Данила. Ни меда, ни изюма мне не жалко. Зачем ты льва прогнал и мой убил Данила? Так источается густой и горячий голос. Я отвечаю. Мне совсем не жарко. Я пирожок твой с яблочным повидом. А утром говорит отец. Пойдем в Макдональдс. О, матушка. Где матушка моя? На мельный сон сошел. Солдат рогатых рота и льва свирепого из клетки выпускают. Он приближается рычащими прыжками. Он словно в классике зловеще играет. Но чудеса. Он как теленок кроток. Он тычется в меня. Я пасть его толкаю. С вишними беззащитными руками. Глаза его как желтые цветочки. Я светляю. Огненная грима. Но глухо матушка кричит. Из мягкой бочки. Скорей очнись. Проснись скорее, Данила. И я со вкусом на мизинце просыпаюсь. Это одно из первых стихотворений, которые я написал. По-настоящему. И что мне хотелось на самом деле сейчас сказать. В то время у Ходосевича была такая книга. Она называлась «Державная». Может, вы ее читали? Нет, не читали. Только мультивильный смотреть. Молодцы. Она «Поддержавная». И вот у него еда. Что логично. А не про Юлю. Вадимович. Все подумал. Раздирай. Вадимович еще не знал, что это Юля. Вадимович. И там есть один пассаж, который мне очень нравился. Он пишет о том, что настоящий поэт, настоящий поэт, приходит момент, когда он понимает, какие он должен писать стихи. Когда он по-настоящему начинает писать. И дальше, по большому счету, это еще пошлость. Такая расхожая. Но мне очень нравится дальнейшая фраза Ходосевича. Этот момент нельзя симулировать, изобразить, придумать заднее число. Он только есть или нет. Это удивительная на самом деле история. Я часто об этом говорю. Она похожа на настоящую любовь. Ее нельзя симулировать. То есть, ты можешь придумать, что тебе кажется, что вот этот человек или эта девушка или еще кто-то. В зависимости от ваших предпочтений, это то, что на самом деле вам нужно. Но ваше сердце не сожмется так, как оно сожмется, когда это действительно ваша история. Вот эта удивительная вещь, Анна Ахматова тоже об этом писала. Раз вспоминала. Она говорила о том, что в свое время она сидела... Пошел в университет в Лондоне. Вот я ее уже рассказал. С неподдельным интересом. Сейчас я это делаю. Сейчас я заброшу сейчас. Она сидела у окна и читала Анницкого. И расчесывала косу. И вдруг она помнится эту историю. И вдруг поняла, что ей надо делать. Вот это удивительная история, когда к тебе приходят сигналы. Вот у меня это было ощущение, когда я читал Елену Швадз. Я купил ее книгу. Я тоже рассказывал. Когда за мной демоны голодные погрались. Косматами и синими полками. А что еще мне бедное оставалось? Как с неба снять луны холодный камень. И бросить в пасть, чтобы они взорвались. От блеска взрыва вмиг преобразились. Ягнятыми камнями они прижались. И даже тенью снежное светились. И я их зажрала. Какая жалость. Да, сейчас я не помню. Там такой смысл. Я брала, потом брала, рвала и ела. Они же только жалобно вещали. Но я им говорила. Не пищите и ничего не бойтесь. Вы там в животе немного полежите. И выпрыгните вон из головы. Но светом их, набив свою утробу, Сама я стала ясной и двурукой. И новых демонов. Семья голодной злоби. Учурная злобия. Все та же мука. Я читаю, 150 раз читаю. У меня будут мурашки в конце. То есть я вдруг на самом деле понял, что вот это и есть змея, кусающая себя за хвост. Потому что до этого момента мне казалось. А в том, кто уже слышал. Забы иди вон. Не мешайте мне вкладывать. Я понял, что на самом деле это я. Потому что мне казалось, когда я там что-то писал, и когда еще не приходили на сдающиеся стихи, мне казалось, что я очень гармоничный. Что я гармоничный поэт, гармоничный человек. Что не является правдой. Потому что на самом деле моя любимая героиня была Анастасия Филиппова, из Идеологии. Это удивительно гармоничная, а просто не существует. Вот я к чему. И в этот момент я понял, что я должен делать. Я вдруг, как Анна Ахматова, который расчесывал свои волосы, сидя около окна, читая Анне, я считал, что это я должен делать. Я должен себя вытягивать и говорить на самом деле правду, какая бы она ни была. Страшно. Мне стыдно от того, что я родился, кричащий красный с ужасом в крови. Но так меня родители любили, так вдоволь молоком меня кормили. И так я этим молоком напился, что нет ни смерти, ни любви. С тех самых пор мне стало жить легко. Как только теплое, я выпил молоко, ведь ничего со мною не бывает. Другие носят длинные пальто, мое несбывшееся дивное мое. Совсем другие в классики играют, совсем других лелеют и крадут, и даже в землю стыдно кладут. Все это так. Но мне немного жаль, что не даны мне счастья и печали. Но если мне удача выпадает, и с самого утра летит крупа, мне нравится, что старость наступает. Хоть нет ни старости, ни страсти для меня. Баранок Долин, Яша Габлудинов. Когда мы все когда-нибудь умрем, мы это не узнаем, не поймем. Ведь умирать так стыдно, так обидно, зато как зайчики, ужасные соседи. Мы на трамвай золотом поедем. Сперва помедленней, потом быстрей, быстрей. У мой трамвай, мой вечный холидей. И мимо школы, булочной, детсада. Трамвай, которого мне очень надо. Трамвай, медведь, головка, воробей. Уж я-то думал, я не упаду. Но паду, краснели на лету, густой трамвай, который всех страшнее. А он, как спичка, чиркнув на мосту, несется, заведенный в пустоту. Куда и заглянуть теперь, не смею, с конфеткой красной, потной, на борту. Но вот еще, что я еще хочу, хоть это никогда не закричу. А позади уже бежит страмынка. Обидно мне, что падая в отне, я ничего с собой не возьму. Ни синяка, ни с дома, ни ботинка, ни знамена, ни рыбок, ни Москвы. А я люблю Москву. И вот что-то люблю. Я прямо с кушке в небеса уйду. С ВДНХ помашет мне Московский. Но мой трамвай, он выше всех летит. А мне все жаль товарищей моих и воробьев, и воробьев московских. Но если бы и мне, ты тоже мог бы дать на час музеи все, все шарики отдать, все праздники, всех белых медведей, все, что бывает у других людей, и что в один стишок не затолкать. Ведь даже мне всей правды не сказать. Тогда, ах, если бы, иначе я боюсь. Тогда баранову и долину клянусь, что без музеев, без последних сил я в них всегда, как сирота, ходил. Без этих шариков, которые всегда от нас не летали никуда, без вас, без всех я упаду по тьму, и никого с собой не утяну. Если вы помните, в романе Санкт-Петербурга Мойма был такой эпизод, когда взрослевший сын Джулии Ламбер, великая актриса Ломбер, Англия, признается, что ее, он не знает, какая она, что он боится их, он зайдет в комнату, что там никого нет. Я рассказываю эту историю, что когда-то, когда он еще был маленький, он сидел в зале, и то ли репетиция, то ли, а, спектакль, спектакль, где она играла. Она так искренне страдала, она так по-настоящему вкладывалась в это, что ему казалось, что он больше никогда не сможет соврать, что он никогда не сможет быть плохим. А, он не сидел в зале, он встал за кулисой. Это очень важно. И в какой-то момент, когда у нее была пауза, она подошла как раз, как назло, к этой кулиси, не зная, что за ней стоит ее сын, и сказала, помрежет, помрежет, помощник режиссера, черт-осветитель. Я просил ему включать красный. После чего повернулась и сдала вопль полной боли, и отчаянно продолжила эту игру. И он говорит, у меня возникло ощущение, что мир рухнет. Я понял, что на самом деле все лучше, все притворство. Это я к чему? Меня нельзя снимать снизу. И это вас тоже где-то касается. Не надо меня снимать снизу. Вы снимаете меня сверху. И меня, пожалуйста, я помню. Это я к чему? Это я к чему? Понимаете? Все по-настоящему. Ну, конечно, я сел сюда, да? Вы решили меня сделать заслуживание. Что за характер? Теперь я понимаю, почему я один оденешь. В тот год, когда мы жили на земле, и никогда об этом не жили мы, о чем огромный выстрел в апреле, ты почему-то думал обо мне. Как раз мать-мачеха так дымно зацвела, и в длинных сумерках я вышел из машины. Она была чужая, но была. И в этот день, и в этот синий час, как вводится со мной в последний раз, мне снова захотелось быть любимым. Но я растер на пыльные ладони весь этот первый мелкий мокрый цвет. Того, что надо мне, того на свете нет. Но я хочу, чтоб ты меня запомнила. Ведь это я, я, десять раз над ним, катавший пальцем, как мякиш или глину. Одну большую мысль, что я тебя люблю, хоть эта мысль мне невыносима, стоюсь сейчас в сгущающейся тьме. Я, понимавший все, так медленно, но ясно, протерт их джинсу, не в своем уме. Тот год, когда мы жили на земле, на этой полной, полной, но прекрасной. Еще я знал одну вещь про стихи, когда они были. Я знал, что ты должен писать такие стихи, что если ты словно их пишешь, неважно, пусть ты их пишешь легко, но ты их написал, положим там. Знаете, когда я еще что-то написал, там даже машинка была, там по большому счету, даже компьютера еще не было. была такая экзотика. Не экзотика, она такая, для продвинутых людей. Я никогда не был продвинутых в этом смысле. И вот ты написал или написал на машинке стихотворение, ты его оставил и пошел за хлебом. Ты вышел за хлебом, у тебя сбила машина. И вот это должно быть. Ты должен писать так, чтобы на самом деле, люди, которые потом открыли твою квартиру, тут уж им надо наследствовать, у нее были много причин, взяли это стихотворение, они на самом деле поняли, что это и есть твое последнее стихотворение. Вот это не значит, что оно должно быть трагическим, это не значит, что оно должно быть, в смысле, печальным, оно должно быть о смерти. Но оно должно быть таким, что если с тобой вот после его написания случилось несчастья, тебя больше нету, то оно на самом деле все объяснит. Вот это было мое четкое убеждение. В этом смысле мне вообще было очень странно, что есть люди, есть поэты, которые умеют писать какие-то другие стихи. Еще раз говорю, это совершенно не обязательно, чтобы там был какой-то там разрыв поорту, потому что это совсем не обязательно такие мы прощали стихотворения. Я очень завидую старым поэтам. Мне бы хотелось на самом деле, если бы я был поэтом, мне бы хотелось дожить, если бы я писал, я бы хотел, конечно, написать такое стихотворение, которое написал, но не последнее, но тем не менее, одно из последних, которое написал Кастерна. Это на дождь сверху в лице линии кончается объятие. Как мы начинаем? Не помните? Когда... На протяжении долгих зим, что-то... Я ходил солнцеворота, и каждый был неповторимый, повторялся без счета. Ну, помните, да? То есть, кончается и полусонным стрелкам лень ворочаться на цеперблате, дольше века, длится день, и кончается объятие. Вот если на самом деле стоит доживать до старости... Слушай, я правда не уверен, что стоит доживать до старости. Я вот написал колонку в газетуру, у меня есть колонка в этом. Я в этот раз написал ее ни о каких неполитических, ни о социальных. Я написал ее о том, что надо вовремя умереть. Я живу рядом с моргом. Я серьезно живу рядом с моргом. Это не шутка. А что ты смеешь? Ты сама рядом с моргом живешь. Ну, я просто его умею. Это просто моя соседка, она придуражена, она пришла, послушать с ней. Ну, живет ты дальше, но я живу рядом с моргом. И я вижу, как все время проезжают эти автобусы. Я вижу этих людей, которые стоят и ждут. Вы знаете, да, что автобус в гроб выносит его из морга, в брусталь, и его везут в гриматорию. На самом деле, я очень рад, что я живу в этом состоянии. Мне очень нравится, что я на самом деле все время наблюдаю. Так вот, и это не значит, что у тебя что-то там разрывается. Последнее створение это не о разрыве, я имею в виду, а орка, да. Она может быть на самом деле очень легкая смерть. Вот мне, я раньше никогда не понимал, когда моя прабабушка, моя прабабушка была очень, она дожила там до 98 лет. И они там, я был маленький, сижу, и они там с бабушкой что-то обсуждают. Ну, а что у бабушки у нас тут это? Вот там то-то, сё-то, продукты, там Рима, там тетя Рима, еще что-то. Вот как хорошо умерла баба Зима. Переступила через порожек, упала, и всё. Я немножко удивлялся, я думаю, как-то, потому что я трагический был, даже в детстве, надо умирать там на плахе, там, когда много народу. я всё это предсказал. Я всё это предсказал. Я всё это предсказал. на самом деле, я только сейчас понимаю, что это ужасная история. Во-первых, не умирать в мучениях, не умирать при меня. Никого-то шёл по залитому солнцу паркету, почему-то я сразу вижу, вот на самом деле не какой-то серый день, да? А, у вас паркет, извините. У меня есть паркет. И вот ты идёшь по жёлтому паркету, переступаешь, и вдруг падаешь. Вот у моей женщины, с которой я люблю его, у неё так отец умер, у неё тромб, у неё тромб оторвался, да? То есть, по-моему, это ужасно здорово. Умереть легко. Умереть быстро. И самое главное, что ты умираешь в сознании. Это одно из основных, вот я в своё время где-то спросил, потому что мне всегда казалось, что это ужасная большая трусость человеческая, да? Когда вот, как вы хотели умереть, допустим, да? Я бы хотел умереть во сне. Это самый распространённый ответ. Во многом это ужасно. Я понимаю, что на самом деле ты не умираешь там в какой-то фазе, там, понятно, что это не просто обычный сон. Скорее всего, ты уже потерял сознание, да? И умный. Или тебя там закололи, убили, застрелили, размощили тебе голову. Но на самом деле прожить всю свою жизнь и не понять, что ты умираешь. То есть, это ведь на самом деле, насколько я понимаю, античные люди учили тому, что должен быть пятый акт. У любой жизни, у любого произведения, там, там, романтического, да? Должен быть пятый акт, да? Это же не обязательно, что это катарсис, да? Хотя в трагедии должен быть катарсис. Должен быть пятый акт. Вместо пятого акта ты просто умираешь во сне. В этом смысле я принципиально, то есть я, например, почему никогда не хотел, чтобы меня, допустим, что-то скрывали. Я испытывал, на самом деле, умирание достаточно сильно. У меня была серьезная проблема, которую я пережил. Она была очень больная, она очень страшная. И вот сейчас, удивительным образом, естественно, я не хотел бы вернуться в эту акту, потому что это была пытка. Самая натуральная пытка, когда меня партизаны пытались, мне пытались в голову. Это была адская боль. Но вот сейчас я бы не хотел, чтобы этого не было. Я, естественно, боюсь, я не хочу эту боль еще испытать, но я бы никогда не хотел бы это защитить, потому что сейчас я совершенно принципиально другой человек, пройдя опыт умирания. Увидишь все, что я увидел. И в этом смысле, мне кажется, что на самом деле вообще надо так жить. Сейчас я скажу пошлость, конечно, но так и надо жить. Если сейчас убрать последний стишок, надо так жить, на самом деле, в том числе и в любви. Вообще не так уж много, что есть нам, что нам дается. Мне в свое время хотелось как-то. Сейчас уже не очень хочется, но мне хотелось бы еще, мне хотелось бы давить какую-то любовь. Ну, сейчас я засуетил, сейчас я буду звонить. Давайте, пожалуйста. по-моему, по-моему, вот эту кофту мне любовь не постирал, а мог бы тоже мне, по-прочему, жить. Я быть собой больше не могу, отдай мне этот воробьиный рай, трамвай в сокольниках, мой детский ад отдай, а если не отдашь, то украду. Я сам, где дуванчики присели, где школьники меня хотят убить, учитывая эту зелень, эту зелень. Я столько раз был лучше и честнее, а столько раз счастливым мог бы быть. Но вот теперь за маму и шарик голубой, что крутится, вертится, словно больной, за эту роскошную, свежую, пылкую пыль, за то, что я никого не люблю, за то, что баб тату и маму топчу, я никому ничего не прощу. Я все наврал, я только хуже был, и то, что шариком игрался голубым, и парк сокольники, и яузу мою, которую боюсь, а не люблю, не пощади, и мне не отдавай весь этот воробьиный страшный рай, но пощади кого-нибудь из них, таких доверчивых, желанных, заводных. Но видишь жизнь, взамен в такой растрате, я мало что могу тебе отдать. Не дай взамен жить в сумасшедшем доме, не напиши тюрьмы мне на ладони, я очень славу и любви хочу. Так пусть не будет славу и любви, а только одуванчик в крайне. О Господи, когда ж я цвету, когда я в свитере, взбесившемся у вянка, так неужели в крайне я лучше стану, как воробей, смирившийся в грозу. Но если кто-нибудь всю эту ложь разрушит, и жизнь полезит, как она была, каким же легким и дырявым стану я, каким раздавленным, огромным, безоружным. Вот, кстати, насчет, я очень славу и любви хочу, так пусть не будет славы и любви. Вот к вопросу об ответственности слова. Я был учителем 4 года, поэтому не удивляйтесь, что я все разговариваю, как с малолетками. Татьяна Юрьевна, подтвердит, это все из-за очереди от школы, где я покидал. И я, вы взятку бабушку ищите, это красивая молодая женщина, а? На улице. А, да, действительно, старая, величница. И, господи, все меня отвлекает, что-то чужие, все из-за боя, что я хотел... А! И я вспоминаю это тоже, я очень люблю Ахматову. Притом я люблю ее текстовой, хотя у нее прекрасные стихи. Я люблю ее как феномен. Я люблю ее больше цвета. Мне совершенно не интересны цвета. А вот Анна Ахматова в чем-то лживая, в чем-то двуличная, в чем-то двойная, с двойным стандартом, в чем-то прекрасная, в чем-то отчаянная. Она мне очень интересна. И вот в свое время у нее был такой стишок. «Отними и отч...» сейчас... «Отними и татата и сына, и таинственной песенной даты». Только не помню, что отчизна... Нет, не отчизна, там отними, что там что-то было, как это слово. «Отними и татата, и сына, и таинственной песенной даты». То ли Цветаева, я бы сказал, то ли еще кто-то. Она говорит, «Вы разве не знали, что все в стихах забывается?» И ведь, на самом деле, Ахматова и сына, как вы знаете, да, Лер Гумилев просидел восемнадцать лет. Он восемнадцать лет просидел в сталинских подъеках. Собственно говоря, после этого ей его и не вернули, потому что это известная история, что Анна Ахматова говорила, мне его таким сделали, имея в виду эти восемнадцать лет, да, потому что у него была просто уже искореженная психика, и мы не знаем, на самом деле, обоснована ли, была его претензия к матери, что она ничего не делала для того, чтобы его вытянуть. Мы просто не жили в это время, когда подъезжали в Воронки, да, и когда человек испытывал страх, параноидальный страх. Это известная история с Анной Ахматовой, когда, кстати, недалеко, на Ордынке, когда она жила у Ордынка, к ней пришли, типа Чуковская кто-то приходит, и она говорит, показывает, не разговаривает. И рукой показывает, там осыпалась немножко и звезд с потолка. То есть в параноидальном мозгу Анной Ахматовой было ощущение, что это кто-то, КГБ, 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 Это все как маффа. Как вы могли написать «Отними и дадаты и друга» и «Таинственные песни» и «Да». «И сын и друга» сейчас помню. «Отними же и сын и друга» у него и друга, у него Пунина, у него Гумилёва. И «Таинственные песни» и «Да». И я понял, что в силу того, как я очень себя относился к поэтическому слову, я просто понимал, что оно сбывается криво, но сбывается каким-то образом. Я понял, что я могу пожать только одни. Двумя, точнее сказать. Я очень славы и любви хочу. Да пусть не будет славы, но я только одувальчик в край. Но, видно, я в этом счастливе буду. И то, с кем я подписывал этот договор, многое... Какая-то, знаете, про любовь меня в эту способность удивила. Ладно, я могу парик попробовать. Я просто атеист. Сейчас все встали уши. Как? Боже! Там можно обратить все, что угодно. Ты можешь быть геем, ты можешь быть мусульманом, только не атеистом. То есть это не вас может быть. А геем тоже нельзя быть. Не мусульманом нельзя. Извините. Извините. Так вот... Что ты сказал? Лучше есть младенцев. Да, лучше есть младенцев. И... А что я хотел сказать? Не помню. А что я хотел сказать? Не помню. Не помню. За славу, за любовь. А, да. Я составлял... Да, я атеист. И поэтому я попросил составить мне гороскоп. Логично. Не составить гороскоп. Притом составлял... Я очень уважаю этого человека. Он правда очень серьезно. Я не верю. Я сразу скажу, я не верю в астрологию. Но, тем не менее, я верю в помощь. Я верю в психологическое знание. Чувствование и так далее. Мне он не стоит выразительным образом. Вы знаете, Дмитрий, Дима, в вашей карте нету любви. Там не может быть любви. А вы мне говорили, что у вас было несколько долгих взаимоотношений. Я правда при немецком был взаимоотношен. Это очень странно. Потом, вы знаете, я потом понял, что и там какая-то, я не знаю, там именно какой-то термин, означающий... Я не знаю, сейчас врать, как он называется. Который, на самом деле, как бы это перечеркивать, что-то там как бы это вызывает другой эффект. Но, на самом деле, по большому счету, ведь ничего не случится. Ну, слава хочется. Потому что слава, это я особо очень славный. Но, на самом деле, когда нет любви, вообще особо смысл. Это какая-то пошлая, роскошная вещь. Но я бы жил периоды без любви. Я, на самом деле, отлично понимаю, что из тебя выдергивается какой-то штырек. И ты не оседаешь. Но штырька это не. Я не знаю, может быть, это трудно слушать от мужчины, потому что мужчины как-то... Больше по сексу, да? Вам не свойственны всякие эти сопли. Но... Но я бы еще хотел запитать. И любовь... И сейчас я прочитаю створение, которое стало моей визитной карточкой. Так дымно здесь, и свет невыносимый, Что даже рук своих не различить. Кто хочет жить так, чтобы быть любимым? Я жить хочу так, чтобы быть любимым. Но так, как ты, вообще не стоит жить. А я вот все живу. Как будто там внутри. Не этот, как его. Не будущий Альцгейнер. Не до смерти пухнущих комочек. Не костный мозг. И не подкожный жир. А так, как будто там. Какой-то жар цветочный. Цветочный жар. Подтаявший пломбир. А так, как будто там. Какой-то ад пчелиный. Который не залить. Не залезать. Алло. Кто хочет знать, как жить, чтобы быть любимым? Ну, чем очень. Никто не хочет знать. Вот так и мне. Не то, чтобы неприятно, что лично я так долго шел на свет. На этот свет и звук невероятный. К чему-то там, чего на свете нет. Вот так и мне. Не то, чтобы противно, что тот, любой другой, Кто вслед за мной ушел. На этот звук. На этот блеск пчелиный. На этот блеск все-таки дошел. А то, что мне. И по какому праву. Так по-хозяйски здесь. Привыкшему стоять. Впервые кажется, что так стоять не надо. Вы понимаете, что я хочу сказать. Огромный густ. Сверкающий репельник. Который даже джинсы не зашить. Последний хруст. Спадающий ошейник. Что там еще? С чем это все сравнить так пусть. Будящий шар до полного распада. В который раз. Качнется на краю. Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо. Я здесь сказал, что здесь стоять не надо. Ну да. Сказал. А все еще стою. Так жить, чтобы быть ненужным и свободным. Ничемным. Лишним. Рыхлым. Как земля. А кто так сможет жить? Да кто угодно. И как угодно. Но не я. Не я. Я все как мата возвращаюсь. Вы же знаете, она дружила с Раневской. И как раз, когда она жила в Ташкенте, еще где-то, как раз вышел фильм «Подкидыш». И там Раневская играла, как всегда, маленькую роль. Потому что она, как известно, играла только маленькую. Ну, не только маленькую, но больше всего. По преимуществу маленькую роль. Она играла такую вздорную бабенку, которая говорила своему затеканному мужу. Мули не нервировали. И когда они шли по Ташкенту или там, где-то они ходили. Я сейчас не буду брать, не помню. Может даже по Питеру, не по Калининграду. И за Раневской бежали, когда Ахматова с Раневской шли вместе, за Раневской бежали стайки детишек и кричали «Мули не нервируй меня! Мули не нервируй меня!» И Ахматова, которая, как известно, очень сильно была беспокоена вопросами славы, она сказала, что у каждого есть своя мнение. Мне очень нравится. Ее спросили, она же была в пульте таком, да? Ее спросили, какая ваша мнение? Ну, она, наверное, сказала, что жала руки по темному оруду, да? В добрости. Ну вот. Кстати, это тоже интересно. Чем мне Ахматова очень нравится? В Цветаеву, мне кажется, совершенно этого не было. В Цветаеву была совершенно другая история. Она была очень несправедлива, очень, на самом деле, нечестна по отношению к самой себе. Вот я шел именно к самой себе и в жизни. Но я шел из того же творения, которое я очень люблю. Кстати, может, сейчас я его прочитаю, сейчас вспомню. Но мне кажется, у меня совершенно не было червя Мячеслава. Она не хотела славы. В отличие от Анны Ахматовой. Это известная история, когда пришел Солженицын, который освободился, да? Случился двадцатый съезд, и он уже там был сосед на коне, и он уже был знаменитостью, был опубликован «Один день Иван Денинский». И он пришел к Ахматову. И Ахматова о чем-то с ним разговаривал. Ну, какая-то беседа была. Она, по большому счету, первая фраза, которую она сказала, она сказала следующую фразу. «А вы понимаете, что завтра к вам придет огромная слава? И сможете ли вы это выдержать?» Очень удивительно сказать человеку, который на шарашке сталинских лагерях отрубил. Это удивительно, что как у Ахматова был устроен мозг. То есть, как предписала злобная авторша книги, Анти Ахматова, я очень люблю эту книгу, она несправедливая, но во многих вещах она очень точна. Она говорит, нашла, что спросить. Ну, правда, нашла, что спросить у человека, который решил с тобой поговорить. И потом она замечает, что больше Солженицын не приходило к Ахматову, нашел собеседниц поинтереснее. Ну, на самом деле, это точно. То есть, вот вряд ли бы Цветаева вообще могла уронить вот такую вещь, вот эту фразу по поводу славы. А Ахматов очень сильно волновал эту проблему. И я, на самом деле, ее опять же очень хорошо понимаю. Это опять суетная история. Вот вы знаете известную потрясающую оракию, последнее створение, не все, не весь оракию потрясающую, а вот это. Но если когда-нибудь в этой стране задумать, поставить задуманный памятник мне, тогда она согласен на это, дает торжество, но только с условиями. И ставить его. Ну, дальше начинается такой раскат, от которого хочется, на самом деле, плакать. Но удивительно, как идет ее мысль. Но если когда-нибудь в этой стране поставить задуманный памятник мне, какого будуна тебя собираются поставить памятник? Вы понимаете, да? Потом Голикова написала это не когда-то она была 60-летней, жила в своем переделке, не переделке, где она жила? Под Питером жила, я забываю. Комарок, да. Жила в Комарово. Она жила в страшное время. Она писала в своем рейтинге, в этом спусте ее героизме, в страшное время. Но уже тогда. Понимаете, как это вопрос о величии замыслов и восприятии себя? Но если когда-нибудь... Вы слышите, как это? Вот здесь немножко изменить. А стихи это позволяет... Это прекрасно, знаете, стихи. Они позволяют все, что угодно. Они позволяют даже в умерщем. Ну, вы понимаете, да? Плохие стихи ничего не позволяют. А вот хорошая, собственно, на этом строится ирония, да? Но если когда-нибудь... Скажи, пожалуйста. Но это же здорово. То есть ужасно здорово, что у нас... Она же, собственно, и Бродска получилась. Самое главное, что у меня часа. Вот мне очень нравится вот эта история. Мне очень нравится этот прожектор, которым она высвечивала свою жизнь. И заодно это можно назвать ее великой ПТС. У Цветаевой, на самом деле, этого нет. У меня есть потрясающее творение. Я шел к вам на эти 20 километров. И увидел очень красивый закат. Солнце садит. Я вас фотографировал, можно сказать, для... Можно сказать, с опасностью для жизни. Потому что надо было выйти и успеть... Вы понимаете, пошли машины, включили, что-то там и не было. И это из моего самого любимого створения. Марина Светаева. Тебе через сто лет. Не покончал. Сейчас. Столетие спустя... Тебе. 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 Имеющему быть рожденным. Столетием спустя. Как отдышу. Своей рукой. Как насмерть осужденным. Своей рукой. И сам. Как насмерть осужденным. Своей рукой. Пишу. Друг. Не ищи меня. Другая мода. Меня не помнят. Даже старики. Ртом не достать. Через литейский воду. Протягиваю две руки. Он. Сейчас. Вот. Твои глаза. Я вижу. Пылающие мне. В могилу в ад. Туслив видящий. Что рукой не движет. Умершую сто лет назад. Еще мне грустно. От того. Что в этот вечер. Сегодняшний. Так долго шла я в свет. Садящемуся солнцу. И навстречу. Тебе. Через сто лет. Бьюсь от заклад. Что бросишь ты проклятие. Моим друзьям. В оттенную. Могину. Все восхваляли. Розовое платье. Никто не подавил. Кто бескорестный был. Нет. Я корыстно. Раз не убить. Корысти не скрывать. Что я у всех выпрашиваю письма. Чтобы ночью целовать. Сказать? Скажи. Небытие условность. Ты мне сейчас. Страстнейший из гостей. И ты откажешь. Первый. Всех любовниц. Во имя Тома. Костей. Я пропустил. Немножко в середине. Простите. Я просто не думал, что я буду читать. Даже если бы думал с вами пропустил. На самом деле это чудовищно стоит. Оно по большому счету абсолютно чудовищно. Потому что тебе через сто лет ты, женщина. Не ваш. Мужчина. Ты приговариваешь того, кто будет на тебя заставать. Подушающим. Клаустрофобическому. Потому что это клаустрофобия. А ты не можешь прорваться через время. Заставляешь его искать. Тебя. На женщин тех. Та-та-та-та счастливых. Горжусь, как смотришь. И ловлю слова. С борища самозваных. Все мертвы были. Она одна жива. Я ей служил. Служением добровольца. Все перстни знал. Весь склад ее. Весь кольца знал. Весь склад ее перстней. Грабительницы мертвых. Эти кольца. Украденные у ней. Гениально. Это просто гениально. То есть она звучит, как на самом деле какая-то. Я не музыкант. Я вообще типа рапсодия. Мне очень хорошо, что рапсодия словом нравится. Что-то такое. Ну вот. Я что, я брали на аркель. Кому-то другое. Рапсодия. Не знаю. Но ведь на самом деле это чудовищное строение. А на самом деле о том, о чем даже нельзя писать, это нельзя чувствовать. Потому что ты не можешь приговорить другого человека. Как бы ты ни досковал по любви, ты не можешь приговорить другого человека заранее к тоске по тебе, заранее зная, что на самом деле встреча невозможна. И на самом деле была реплика к этому стихотворению. Я как раз очень люблю апрель. Любил, по крайней мере. Я апрель. Я не помню, есть ли это в этом тоже книги. Возможно, что нет. Когда на самом деле оно называлось створение тебе, постаре специальное посвящение. Оно было на самом деле о том, что я тоже хотел бы, чтобы меня любили. И я тоже на самом деле выглядываю через эти пятьдесят лет человека, который может меня любить. Но самое удивительное, я помню, что вот это было… Вот я очень люблю и любил раньше, потому что я не знаю, что я по себе любил. Я даже собаку свою не люблю. Потому что я просто не запущусь, но я не могу сказать, что я ее люблю. Это, наверное, пройдет какой-то период, и я смогу сказать, что я что-то люблю. Но я раньше любил очень апрель. Я любил вот эту остановившуюся точку, когда земля уже сухая, голая, серая, ни одного листа. И вот мне казалось, что это похоже на вечность. Мне казалось, что это и есть вечность. И я помню, я писал вот это створение последствий преследового посвящения. Чтобы жизнь твоя всю жизнь тайна стояла, одним упругим и цветущим кубом, и чтобы все это твоей могилой стало. Но только я твоей могилой буду. Это я. В середине весны, в твердой памяти, в трезвом уме, через головы всех из сухого бумажного ада это я так свободно к тебе обращаюсь, к тебе. От которого мне ничего, кроме жажда, не надо. Потому что сейчас, через почки иглы выйдя, из-под почек иглы, я сейчас так отчетливо знаю, что из всех претендентов ты все ж таки выбрал меня. Потому что я старше тебя, и себя защищать не желаю. Это ты. По столетия спустя ты с меня соскребешь эту ложь, и возьмешь, как тюльпан, как подростка, за мою лебединую шею. Только что ж ты так долго, так долго навстречу идешь. Только что ж это я так безропотно ждать не умею. О, как тужатся почки в своем воспаленном гробе, как бесты же они напряглись, как набухли в мохнатых могилах, чтобы сделать все то, чего я не хочу, не могу, не желаю, не буду, не стану и не должен, не в силах. Но зато я способен бесплатно тебе показать. Все равно ведь уже никуда не сдрыснуть и не деться, как действительно надо навстречу любви прорастать, как действительно надо всей жизнью свистеть и вертеться. За одну только ночь, в преждевременном взрыве листвы, все так жарко рванулось с цепи, все так жадно в цвету пламеней. Вот и я опускаю тебя из прохладной своей пустоты, потому что никто, даже я, на тебя этих прав не имеет. И не важно, что может быть я, все, что есть в ней, опускаю тебя. Это же могила твоя, золотая, золотая. Тогда я писал, я естественно вообще не знал, куда это вырвать. И вот я говорил, я ждал этого, я просто знал одно, я знал, что как только вот это стояние пыли прекратится, я не смогу это писать. Какой же был мой ужас, это правда было поразитель, а я долго писал, долго пишу, долго писал. И я проснулся утром в жертвовой квартире, в которой я живу сейчас, в которой мне осталось по наследству, я подошел к опну и вдруг в ужасе увидел, как у меня очень красивый вид у меня тополя. У меня не тополя, у меня не андук, и дальше тополя. Я увидел, что они все взорвались вот этим салатом, не зеленым, а салатом пожаром, легким пожаром. То все лопнуло, то почки лопнули. И вдруг, несмотря на моё отчаяние, потому что я понял, что это как раз и правильно, это знак. И там все время переломли. Она переломилась. За одну только ночь, прежде религии, мы заливились, так жарко ровнулись. Но самое главное, на самом деле, я по вопросу ореха, что, самое главное, ты не можешь, ни через пятьдесят, ни через сто, ни через десять, ни через расстояние против других, ты не можешь требовать, чтобы твоя жизнь стала для него могилой. Это какая-то такая очевидная мысль, которая, на самом деле, ко мне... Я бы тоже хотел, я собственник, я бы тоже очень... Я вообще садист. Я имею в виду психологически. Я вообще хотел, чтобы всё было только моё. Но ты можешь сделать только одно. Ты можешь только не позволить себе это сделать. Понимаешь, что творение, Марина сказала, гениальное моё, близко, но не гениальное. Но даже ценой гениальности, ты не можешь приговорить другого человека к тому, чтобы превращаться в жука. Вот знаете, когда ты залетаешь, и ты его ложишь в банку. Я писал такой эсэ, я не люблю жуков, и я его накрыл, и, как сказал злобно, так сдохнуешь здесь. И так потом какой-то ужас, он будет биться в эту банку, да? Я испытывал большое отвращение, подсунул какой-то лист, значит, выпустил его, значит, в наступающую ночь. Нельзя заставить человека, по которому ты тоскуешь, биться в банки, любить. Ты должен отпустить. Это правда. Не да, что тебе было хорошо. Это чушь. Знаете, как это известное дамское «Отпусти его?» Нет, отпустить тебя будет плохо. Но проблема в том, что на самом деле ты упустишь, чтобы ему было хорошо, и всё. А тебе будет плохо, пройди все круги армии, как тебе и нет. Так, сколько у нас осталось, минут десять, да? Потому... А сколько вообще прошло? Или любую? Десять минут прошло. Ну, правда. Вот, кстати... Ну, давайте, ладно, про собаку. Стики о собаке. Ещё одна проклятся моя звезда. Значит, в стихотворениях у меня часто возникает автоэпиграф. Автоэпиграф — это не чужой текст, понятно, да, по слову авто, по приставке авто, да, по корню авто. А это... Это какая-то часть текста, которая к тексту не имеет отношения. Я вот тоже, когда там читал свою лекцию, я сажусь в одной тоже лужей. Я женщина сегодня рассказываю. Я говорю, вот, когда ребёнок рождается, да, сначала выходит плацента. И выясняется, что это не так. Ну, я всё время продолжаю говорить. Автоэпиграф — это плацента, которая выходит раньше ребёнка. Ну, считайте, что я так вижу. Мальчик с людьми сказал, вот, вы знаете, что выходит. Притом, у меня есть проблемы. Мне говорят, не так чушь вынесёте какую-нибудь, абсолютно. Мне почему-то дороже, чтобы объяснить, как выходит автоэпиграф. Автоэпиграф выходит. То есть это как будто это имеет отношение к ребёнку, стихотворению, но это не ребёнок. Вы понимаете, да? Это нечто, как бы его... Что может быть ребёнка. Да. Это какая-то... Ну, это что-то, да? Что-то, имеющее в отношении, но это не стихотворение. И в этом принципиальная разница. Итак, стихия о собаке. Когда я сижу за работой у компьютера, собака лежит на коленях, иногда, не глядя, поднимаю её под переднюю лапу, прижимаю к себе, говорю ей, дура, ты дура. А сейчас, не отрывая глаз от экрана, машинально снова поднял её, прижал, говорю ей, дура, ты дура. Потом посмотрел, а на уровне лица её кост и попу. Видимо, лежал на обороте. И ведь даже не пикнет, висит вниз головой. Вот так и нас Бог поднимет, непонятно за что. Я называю свою течную сутку то мальчиком, то котёнком. Наверное, ей неприятно, но это уже неважно. Ей будет одиннадцать лет, а мне будет сорок восемь, когда я останусь жить, а собака умрет однажды. Но пока ты ещё жива, и у тебя первая в жизни течка, я хожу за тобой с белой наволочкой и везде, где успел, подстилаю. А между прочим, собачья кровь. Сначала мелкая, будто сечка, а потом виноград, раздавленный, тёмно-красный и густая. К слову сказать, этот ужас мужчины перед женской регулой и слабостью, и всеми кровными их делами очень забавно выглядит. Я ношу её, сука, бедную, словно подбитого лебедя, под аустерлицем раненого. А она, свесив голову, смотрит мне на ботинки, лживая, глупая, чёрная, и почему-то сама растеряется. Ну что, говорю котёнку, долго манипулировать собираешься, пачкать мне джинсы уличные, пятнательные стихотворения этой своей идиотской, железной, жертвенной крови. Собака вздыхает тяжко, и я уже капитулирую, потому что я сам считаю её своей последней любовью. Ну а последняя любовь, она это всегда такая. Однажды она спала трёх месяцев с чем-то отругой, и вдруг завыла, затяпкала, как будто бы догоняли небесного сельдернара, огромного, будто облака. А я подумал, что вот рассыпется в пыль собачка, но никогда не сможет мне рассказать, какая была у них там в небесах весёлая, быстрая скачка, и чего она так залула, в небесах его догоняли. Но всё, что человек бормочет, видит во снах, поёт, всё он потом пересказывает слова принятых употреблений. Так средневековым монахинем являлся слепящий тот, средневековые рубашки, а не горенькие, как растения. Поэтому утром сегодня выпал бы первый снег. Я сказал тебе, мальчик, пойдём погуляем, но мальчику больно смотреть на весь этот белый свет, и ты побежала за мной, чёрный, как запятая. Вообще-то я за рулю чудно, но в опачку то она Жозефина. Родители её ламят даст, и Таура брала, из зелёного горда. Поэтому я часто ей говорю, Жозефина, зачем ты нас сала в прихожей, и как это всё называется. Если честно, все смерти, чужие болезни, проводы, меня уже сильно достанут, я чувствую себя исчерплённым. Поэтому я собираюсь жить с Жозефиной Таурой, с Чуней Петровой, в зелёном, заснеженном городе, медленном, как снеготайной. А когда настоящая смерть, как ветер, за ней придёт, и на большую просушку возьмёт, как маленькую игрушку, глупая тельца её, прохладно длинные уши, грустливое сердце, и голод горячих животных, когда я лягу спать, впервые не с тобой, и вдруг весны со мной, пустынная дорога, собачий лайк, и одинокий лайк, и хитрая, большая морда Бога, как симпендарм сломается. Я легко плачу, это ничего не значит. Ну вот да, у меня это было, на самом деле. Чувствую, я костюм не закрыл, и передал. Ну вот постынная самка, и я... Да что ж такое-то? Я не стесняюсь. Нормально. Да, хорошо. Конечно. Вадь, я только сменялся. Ты думаешь, что это клоун? Это трагический цирк. Я тоже, когда первый раз прочитал доклад. Да что вы. Привет. Ну на самом деле, это вообще-то, у меня нет детей, и слава Богу, и не будет, но на самом деле тебе вот это общение с существом, которое заранее тебя слабее, и маленькое, потому что... Хотя я понимаю, что большая собака тоже по большому счёту. Ну такая же маленькая, да? Она просто дура, она большая, и я думаю, что к ней относятся её хозяева примерно так же. Но... Вот это то, что у тебя живёт маленькая собака, оно даёт тебе, на самом деле, постоянно отцовскую, псевдоотцовскую, потому что, конечно, я не отец своего супа, да? Отцовскую стревоживает. Как известно, маленькая собачка достаётся с щенок, и вот это детство, оно вечное. Потому что большая собака не будет с тобой спать во одной пасти. Нет, она может, конечно, будет, но она будет в крайности. У тебя, да, спит собака большая? Малая, я не знаю. Вообще, я бы не пустил большую собаку спать с собой. А маленькая собака – это как подушечка, да? То есть она и спит, и спит. И это даёт тебе интересный оптик. Я понимаю, что это ненормально, потому что, на самом деле, это только нынешней цивилизацией мы можем позволить себе так отчеловечьего существо, с которым мы живём. Это ненормально, это неправильно. Потому что собака – это сторож, это тот, кто обретается во дворе и так далее. Это правильно. Это правильно. Мы, на самом деле, к сожалению, существуем в извращённой системе. Мы – городские люди. По большому счёту, мы сейчас все – городские люди. То есть как таковых сельских людей остается очень мало. И мы все начинаем существовать в какой-то извращённой системе. Но эта извращённая система даёт тебе потрясающую историю. Даже мне вообще кажется, что любое искусство – вообще извращённая система. Потому что всё, что от тебя требуется – это молитва. Это при том, что я сейчас говорю о том, как искусство зародилось. Скорее всего, она зародилась из молитв. Ну, или что-то такое. Или какого-то ритуала, посвящённого божеством. Потом это почковалось, как искусство. А молитва, как бы она для меня атеиста не была бы вздорной, но её генезис – понятие. Это попытка договориться с тяжёлым, страшным, нестабильным миром. А искусство – это какая-то добавочная надстройка совершенно ненужная. И вот это поразительно. Мне в этом смысле очень нравится читать именно про образование чайского рода, имеется в виду из обезьян, как мы все расселялись и так далее. Когда ты вдруг на самом деле понимаешь, что искусство возникло как уродство. И маленькая собачка – это уродство. И любовь, по большому счёту, это уродство. Хотя понятно, что оно действует как революционно понятно. Но по большому счёту во что-то превращается. Все великие произведения Романа Джульетта, Ротелла и всё прочее – это на самом деле вопрос паталонии. То есть любовь – это паталония получается. Потому что для того, чтобы тебя родить… Что по-любовь? Это необходимо почувствовать контакт с партнёром, полюбить ребёнка, сколько там, 3-4 года его воспитывать. Я сейчас именно беру сейчас не цивилизованную, откуда всё это возникло. И потом начать новую любовь. Потому что трёхлетний, четырёхлетний ребёнок уже бегает. Сейчас выйдет, что он не бегает. Не бегает, слава богу. Хоть я сегодня лыжал. И я думаю, что на самом деле в древних системах, в этом смысле, он уже бегал, на него уже мало обращали внимания. Он там помрёт, он там искалечится. Я сейчас не шучу. Я думаю, что это на самом деле действительно была такая система. И вот эта любовь… Вот помните известного БДР «Любовь в 3 года». Откуда вот это взялось эти 3 года? Я думаю, что они взялись, ну, по крайней мере, если это исследование, они… Я понимаю, что это может быть долгие отношения. Я пытался очень не отвергать. Я сейчас говорил про вот интенсивное такое переживание любви, да, то, что мы называем любыми. Ну да, страсть. Я думаю, это как раз та история, которая позволяет тебе воспитать маленького, как бы своего… Понимаете, да? Поднять его на ногу, чтобы он побежал. Крокодил, как раз и съел. И вот, понимаете, когда на самом деле я об этом думаю, о том, что на самом деле мы живём в возвращенном мире, в отличие от Дугина, который я недавно уже смотрел, есть такой философ Дугин, знаете, да? Я как раз предношу эта коннотация положительной. Потому что на самом деле всё, что есть хорошее в этом мире – это извращение. Любовь – это извращение. Полететь в космос – это извращение. Вы понимаете, да? Потому что не может человек хотеть вырваться за пределы, там, видимого мира, да? Я это часто думаю. Представляете, если бы все люди были такие дебилы, как я, и вот там, начиная с древней Греции, никто бы до сих пор не знал, как построена Вселенная. То есть я тоже бы думал, что Солнце кроется вокруг Земли. Особенно реально. Никаких открытий бы не было. У меня поражает другое. Что ведь кто там, европейский, кто-то додумался. Ещё когда вообще не было ничего, в древней Греции уже возникла вот эта теория, что на самом деле возможно, что они не Солнце крутят вокруг Земли, да? А мы крутим вокруг Солнца. Это поразительно. Это же извращение. Совершенно не нужно. Это не нужно ни для любви, ни для дружбы, ни для сайта, ни для землетелия, ни для управления людьми, ни для политики, ни для чего. Это извращение. Или, допустим, например, та же самая генетика. Это другое же приложение, понимаете, да? То есть сейчас можно там как бы лечить. По большому счёту сначала, то есть учёные стали думать о генетике, они стали думать, потому что они извращаются. Потому что им хочется, на самом деле, непонятно зачем, без приложения пользы идти и рыть какую-то проблему. И вот это ужасная сторона. Всё, что достойно вам сделано, всё извращено, на самом деле. Извращение нашего ума. И вот эта мысль, на самом деле, меня очень в этом смысле греет. Мне очень нравится, что мы настолько небесные животные. Да, что мы настолько извращенные животные. Кстати, я в этом смысле был на телевидении с Чун, в какой-то программе, не забывайте, там прекрасная совершенно ведущая, то ли братья наши имеют что-то. Она сказала интересную мысль. Когда мы стали говорить, она научная такая. Поп научный. О том, как приручалась собака. Да? Что вот были стоянки. И какие-то там метисы между волком и шакалом. Ну, что-то такое, да? Они, все звери боятся. Они боятся человека. Они боялись, они осторожны. Но самые глупые и самые способные к ирпатии стали пробираться и подъедать на помойках. Притом, это не наши помойки. Вы понимаете? Это просто какая-то кость, да? Уже хорошо обглодлены. Подбирать объедки. Вот цена их дружбы. Помните? Это самое... Здравствуйте, ваша тетя. Я хочу выкинуть. Вот цена его дружбы. Вот цена дружбы этих... Вот откуда на самом деле там собаки пришли. Они пришли, потому что им хотелось лучший дом. Возможно, что они были более трусливыми. Менее сильные, чем другие... Ну, понимаете, да? Чем их собратья, которые могли загнать там или съесть. Дальше была частная задача. Ну, поспите. Но самая интересная мысль, которую выскал этот ведущий, она сказала следующее. А вы не думали, Дмитрий, как мы приучили животных? Он говорит, а вы не думали о другом? А о том, как они нас приучили? И эта мысль меня поразила. Она такая простая, но она пришла, что на самом деле и факт, что мы их приучили, вполне возможно, что они просто научились нас использовать. То есть, во-первых, как орган, защита. То есть они, естественно, поступили с какими-то своими там свободами, еще что-то. Но вот эта вдруг зловещая такая тень улыкнула. На самом деле не факт, что собачки нас любят. То есть у них есть этот механизм, но совершенно не факт, что на самом деле они нас не используют. А учитывая наше современное общество, и все собачники скажут, что они нас используют. От них пользы никакой. Понимаете? Никакой. Я понимаю, что там они находят шерсть, еще что-то там, прививки, кастрации, еще что-то. Все. Вот это к вопросу, на самом деле, об извращении. Понимаешь? На самом деле это опять история извращения. Любовь собак и собак к нам – это история извращения. Это ненормально. Ненормально, чтобы к обрезьяне пришло маленькое существо, и они стали вместе существовать. А тигр и козел? Ну, тигр и козел – это на самом деле… Вообще-то тоже. Вы согласитесь, что на самом деле… Но эти случаи происходят в жизни. Вы знаете, они на самом деле в дикой природе существуют. Они на самом деле могут. То есть вы же знаете, что есть там и у рыб, и у птиц такие функции, как бы такие породы, которые обслуживают других. Например, тогда вычищают что-то. Ну, то есть, это симбиоз. Прозит. Ну, они не прозит. Они, в данном случае, они как бы такие сателлиты. Они реальны. То есть они получают какие-то бонусы, и на этом пасть не захлопывается. Вы уже понимаете, да? То есть, крокодилы не выгодны. Вот это удивительно. И это тоже извращение. По-моему, это очень хорошо. Мне кажется, все апологито, наверное, извращение. Надо писать в ЮТФБшечку. Или чего вы там ведете? Ну, ладно, все, давайте заканчиваем. Это уже хватит. Давайте я прочитаю вам еще... Давайте я прочитаю вам три статворения. На этом мы закончим. Когда бы я, как тючев, жил на свете, И был бы гениальней всех взлет, О, как бы я летел, держа в кармане С трамы, убийством, кутиш и репей. О, как бы я отбел в своих последних Друзей, врагов, старушек, мертвецов. Они с чужими, разными глазами, Лежали бы, плашня в моем кармане, Дома, трамвай, тушки воробьев. А если бы все они мне надоели, Я бы вывернул карманы. И тогда они бы летели в воздух, Они бы крутились в воздухе, Вертелись. Все книжки, все варианты стихотворений, Которые родиться не успели, Но даже их не пожалели я. Но почему ж тогда себя Так жалко, жалко и стыдно, Что при всех, средь белой дня, Однажды, над страмынкой, над парком, Как воробья, репей и скакал, Ты из кармана вынуждешь. Мильно. Второе предпоследствование. Автоэпик. Там будет одно обсценное слово, Матерное, надеюсь, Вы это переживете как-то не пять лет. Здравствуйте, Олту Итман, Здравствуйте, Чарльз Буковский, Анна Андреевичка, Здравствуйте, Елена Андреевна, Здравствуйте, Здравствуйте, Марина Ивановна, Здравствуйте, Ян Сатановский, Я не для вас их вытаскивал, Но вам бы они понравились. Техтори. Нет, не кончилась жизнь, Самурайская вздорная спесь, Диковатая нахуй, Стихи о любви и о Боге. Если кто не заметил мои ненаглядные, Я еще здесь, Сижу как бомж и алкоголик У дороги. Господи, вот мой компьютер, Вот брюки мои, носки, А вот шесть книжек С грубыми стихами, Я их выблевывал, Как отравившийся кусками С богооставленностью, Желче и с людьми. Одно стихотворение, Лежащее под спудом, И не писавшееся года два как долг, Открылось только в нынешнем июле, И вот оскаливает зубы, Словно волок. Другое тоже Завалилось за подкладку, Но я достал его, Отмыл, Одел в пальто, И наспех записал оно о счастье. Опять пришло ко мне само, Так что схлопнулось, Все, дожила, Дописалась книжка, В темных катышках Крови и меда, В ошметках боли, Как сказала однажды Под выпившей директриса, Проработав полжизни В советской школе, Я люблю вас крепко, Целую низко, Только, дети, Оставьте меня в покое. И стою я теперь, Сам себе обелиском, Поебенье травой, Счастливой, В очистом поле. Я, Рожавший тебе эти буквы, То крупно, То мелко, Зажимая живот Рукавами, Как раненые, Иступленные, Вот теперь Я немного попью Из твоей голубой тарелки, А потом полежу На ладони Твоей, Зеленой, Потому что я знаю, На койке, В больнице, Сжимая в руке апельсины, Так ведь я никогда Не видел тебя Из-за сильного света, Ты за это за все Никогда Меня не покидешь, Я жжу тебя Никогда Не покиду За это. А снег летел, До покраснения Костяшек, Пальцев, крыльев, Нос и глаз, Еще всего одно Прикосновение Последний раз, Как куст, Лучья прожектор Осенний, Я чувствую разлук Впереди, Еще всего одно Стихотворение Не уходи, А кажется, Нельзя еще теснее, А кажется, Еще прочнее нельзя, Еще одно Такое потрясение, И все, И бац, И больше нет меня, Но, Размыкая руки Без сомнения, Я все перенесу, Но и запомню все, Еще одно Мое стихотворение, Еще одно Твое Прикосновение, Еще одно Такое потрясение. Ну вот и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.